1 марта – День Благодарности. В честь праздника в Североказахстанском государственном архиве проходит выставка под названием «Справедливый Казахстан. Честный гражданин». Она отражает патриотизм, единство и дружбу народов. Здесь представлены известные личности, внесшие большой вклад в развитие нашей страны. Ученые, историки, врачи, журналисты. Список велик. 90-летие нашего земляка, писателя, переводчика Бельгера Геральда. Это 90-летие нашего писателя Сакена Жуносова. Это известный ученый, проректор, был проректором нашего университета, Монаша Козбаева, Сим. Это Феликс, это Шахшихбаев, который действительно провел огромную работу с детьми. Сегодня нашим гостям я бы хотела показать уникальный документ, найденный недавно. Это списки депортированных в Чечен и Ингушей. Одни из гостей сегодняшнего мероприятия – представители областного филиала Ассамблей народа Казахстана. Султан Газдиев – председатель Чечено-Ингушского культурного центра «Войнах». Сегодня он, как и многие другие, выражает благодарность казахскому народу за радушие и гостеприимство. Буквально 23 февраля началось переселение и закончилось где-то, последние эшелоны ушли 7 марта. Попали сюда именно в самое холодное время года. Очень много жертв было по пути, очень много жертв было в процессе, когда попали сюда. Но благодаря казахскому народу, милосердию и гостеприимству, основная часть народа выжила и живет здесь, в Казахстане. Много уехало, много на родину, но у всех связана судьба с Казахстаном. В нарядных национальных костюмах сегодня ученики средней школы национального возрождения. Вероника Гончаренко представляет поляков, так как имеет польские корни. Об этом девушка узнала в прошлом году, случайно. Обнаружились документы ее прадедушки и прабабушки. Семья Вероники обратилась в культурный центр «Коперник», а после в архив, где нашла много информации о своих предках. Очень хорошо, что это все в открытом доступе, что нам дали такую возможность узнать о своих корнях. И потом мы начали уже как-то возрождать свое древо. Я учусь в 10 классе, параллельно изучаю польский язык, для того, чтобы, возможно, потом уехать учиться. Я имею польские корни. Мои предки были репрессированы, и Казахстан их принял. И сегодня день благодарения, я думаю, очень важно, что он проводится. Поляки, татары, казахи, украинцы, чеченцы. Сегодня, как и принято в Казахстане, все за общим дастарханом угощаются кумысом и баурсаками.